Вернулись к вам, причем заулбавшись, с хорошим настроением. Да, потому что у нас есть очень хорошие гости в плане того, что с ними смешно и позитивно. Но не только этим мы радостны, потому что ребята завоевали Кевина в золотом. Я думаю, вы уже догадываетесь, кто это, и давайте, наверное, уже по именам. К сожалению, всю команду пригласить нам не удалось. Но составляющие этой команды это Эрмек Кененцаров, участник команды КВН Азия Микс. Также у нас директор. Александр Ященко. Да, и еще у нас есть Сергей Душимов и Аким Карасаев. Доброе утро. Ну что ж, здравствуйте. И сразу же директор лиги КВН АВАТО. Кстати, также у нас есть новости насчет лиги. Но самое главное пока что сейчас это большой Кевин в золотом. И сразу же вопрос, каковы ощущения? Я вот прямо, потому что впервые в Кыргызстане вот такое вот удостижение. Супер, супер ощущения. Я, например, даже чуть сознание не потерял на сцене. А что удержало вас? В эфире, наверное, это будет видно, как я пошел к Дмитрию Дюжеву руку сжать. И вот так вот мимо него так. Так почему они не потеряли сознание в таком случае? Не, ну как-то удержали. Надо удержаться. Лучше помнить, что есть камера. Ну и ребята тоже... Человек умеет еще работать на камеру. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это пространство люди услышали бы, да, как младший кененцеров от радости материться. То есть бывает иногда и такое оказывается. Бывают слезы радости, а бывает, оказывается, еще и такое. Слезы радости были. Матно он сопровождал просто эти слезы. Великий красноречивый русский язык. Давайте, наверное, о том... Все мы видим результаты, все мы понимаем, да, что в итоге получается. Хочется видеть и о подготовочной части. Как долго вы готовились? Что было важно? И сколько дней вы находились в Светлогорске? Перед отъездом у нас где-то в конце, во второй декаде... Ой, во второй декаде, да, это... Декаде? В Алма-Ате мы поехали, подписали. Потом, так как у многих семей перед отъездом тоже кое-какие дела, мы вернулись сюда, и 2-го числа, за 14 дней до самого концерта, мы полетели. А было ли еще до начала турнира, до начала игры, уже вот такое ощущение, что вот есть шансы победить? Вот прям вот уже вот в тройку, может быть, сильнейших? Или вот все-таки неожиданно? Если верны, мы стараемся вот эти ставки не делать, чтобы не сглазить. Даже не то, что... Ставки, все проблемы людей от ожидания. Когда что-то ожидаешь. Мы ехали туда просто, как сказать, порадовать зрителя, сами-сами порадоваться на сцене. Ну, кстати, я вот никак не мог задать вопрос Акиму. Вот все-таки вы пришли к КВН из стендапа. Ну, до этого, конечно, вы играли в КВН, потом в стендап, но сейчас уже КВН. Значит, вы со стендапом уже закончили? Нет, ну, стендап это больше такое параллельно, больше хобби. И вот здесь это уже такая важная ответственность. Цель. 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 Вот все-таки отыгрываете именно роль фаната команды КВН измикс. Вот именно так вас и пригласили, как фаната, либо как того-то, что-то есть какие-то свои секреты. Я пришел, говорю, я кричал, можно мне роль какую-нибудь, пожалуйста. Первое его появление на сцене, это его первое появление. Давай. Я просто поехал за ребятами в Сочи, говорю, можно я выйду с вами? Говорит, нет, уходи. Думаю, что-то тяжелое. Вот. В гостинице открыл там. А нам оттуда рука. Его обратно закрыли, да? Покажи, пожалуйста, я просто знаю, что у тебя есть особое свойство. Я вот здороваться, скажем так, двумя руками, да. Если есть кружка какая-то, я могу и кружку потерять. То есть ты можешь чай пить даже двумя руками. Да, я могу. Смотрите, Сергей, также вопрос уже к вам. Вот смотрите, для того, чтобы выиграть большой кивин в золотом, вот все время говорю большой золотой, прям большой золотой, потому что это нужно выделить. Давайте зомбировать всех большой в золотом. Настраивайтесь. Любой результат, любой команда из Кыргызстана – это большой в золотом. Что-то большое в золотом. Вот смотрите, вы уже ездите в Ситовургос во второй раз. Вы добиваете уже сразу же со второго раза такого результата. Не каждый участник или не каждый победитель высшей лиги может этим похвастаться. Вот смотрите, что именно позволю вот именно вашей команде выиграть? Может быть шутки, которые, я понимаю, местный колорит, может быть что-то уже иное, шутки актуальные. Есть ли какой-то рецепт вашей победы? Рецепт? Да. Рецепт-то нет. Вот рецепт тот самый, о котором мы говорили, это пораньше уезжать на сборы. То есть сборы действительно незаменимы. Дома очень тяжело собираться, то есть мешают друзья, родственники, любимые, родные, все. То есть на самом деле они мешают. То есть как самые настоящие спортсмены, вы уезжаете пораньше и проводите время в изоляции, посвящая всего себя исключительно. Да, полностью окунаешься в актуальные новости, в местные новости, узнаешь местные особенности, что людям нравится. То есть вы продолжаете писать шутки? Так же как уехать на Иссыкуль, нужно шутить на Иссыкульскую тему, чтобы людям было это ближе. Так же уехав в Калининград, нужно шутить на Калининградскую тему. Первое на первое, когда первый сбор был, мы писали общепонятный юмор. То есть те шутки, которые по-любому могут встать, они встали на любом языке. А уже потом? Потом уже там, да. Наши особенности изучать. Вы знаете, а так же, когда вы находились в Светлогорске, я следил за вами в Инстаграме. А сейчас учитель хоть следит за вами в Фейсбук, Инстаграме и другие сутки. Вы знаете, что меня заинтересовало, это фотография, которую загрузил Сергей, собака. В Светлогорской собаке. А почему? Просто примечательность. Потому что она не двигалась. Она не двигалась. На самом деле, да, на сутки лежала. Одна с одной стороны, другая с другой. Но на самом деле, Ростислав отличился более интересной фотографией. Он спал рядом с этой собакой. Холодно слишком в Светлогорске. Настолько, что даже собаки пьют. Собака, она обязательно лежит. У нее маленькая фляжечка. Ростислав рядом, да. Кстати, это уже о том, что прошло. О том, что уже предстоит. Осталось уже, мне кажется, чуть меньше недели до летнего кубка. А также одной четвертой игры. Да, расскажите о том, что ожидают жители нашей страны, которые отправятся на Исыкуль. Что они увидят. Они увидят ремонт дорог. Ремонт дорог. Там куча всего. Продолжающийся. Продолжающийся. Надеюсь, вовремя закончится. У нас, в общем, получается летний кубок на Исыкуле. 29 числа ожидается. И 30 числа, 1-4. Мы ждем гостей. Новых гостей из Таджикистана. Также, ребята, новая команда приедет с Алматы. Ждем большого шоу, позитива, море эмоций. Большого шоу от КВН. От КВН. От КВН. Там по-любому в золотом. Там все будет в золотом. Да, кстати, у нас будет проходить Рухурдо. Там золотые ворота. Надеюсь, КВН-чки с собой не заберут. Смотрите, вот здесь такой вопрос. В самом начале возникал вопрос, что 1-4 летний кубок пройдет в одном. А теперь уже начнется... Все-таки вы решили разделить. Две разные двери. Вот объясните, почему. Так что сначала пройдет летний кубок, который пройдет, скорее всего, не в Рухурдо, а в Рахате. Это будет, знаете, как ген-репетиция к 1-4, к более масштабному мероприятию, которое пройдет в Рухурдо. Соответственно, и больше гостей, на которые будут продаваться билеты. Я бы назвал его более ответственным, скорее всего, для команд. А, кстати, сколько команд участвует в 1-4? На данный момент 14 команд. 14? 14. Значит, число участников увеличилось. Кто именно добавился? У нас добавились ребята из Таджикистана. Две команды добавились. Две команды какие? Сборная Таджикистана и тяжелый случай. Тяжелый случай. Тяжелый случай. 14 команд в 1-4. Очень тяжелый. Мы не можем отказать. Очень сильно ребята просили, поэтому мы их добрали. И так же команды с Алматы. А, да. Они очень. Ну, трижды финалисты. Поэтому ребята со своим колоритом, у них есть чему поучиться. Не скрою. Даже я что-то от них брал. Не было интересно. Ну, и если говорить о КВН в целом, да, о растущем поколении, падает ли интерес или наоборот нарастает КВН на сегодняшний день, на ваш взгляд? В общем, он падает. Вообще, в общем. Но, надеюсь, в нашей стране мы какой-то импульс, толчок дадим в своем уме. И даем им, и раздадим. И даем им. Да, что... Ну, подходят люди и говорят, что благодаря вам, спасибо большое, друзья, что благодаря нам, интерес к КВНу и желание в него играть все-таки повышается. Возвращается на ту планку, которая была лет 10 назад. Ну, такой вопрос. Мы знаем, что скоро уже полуфинал. Выше лиги. Уже готовимся? Пока отдыхаем пока. Не скроем, у нас в августе месяце у двоих людей знаменательные события в семье. Насколько знаменательные? Женятся. Я женюсь 4 августа и 25 или 22. 22. Да, Ростислав. Поэтому пока. Но обещаю, что будем собираться. Обязательно. Помимо свадьбы. Потому что подготовка тоже предстоит очень серьезная. Мы и в августе соберемся между нашими свадьбами. Там есть как раз промежуток в 14 дней. Обязательно найдем время. И у нас будет еще целый месяц в сентябрь. То есть там будет это с головой. А если говорить об этой игре, об этой подготовке, вы также планируете погружаться полностью целиком? То есть заранее выезжать? Естественно, эта игра самая такая ответственная. В общем, полуфинал это самая ответственная игра. Самая сложная. Морально и физически она самая сложная. Когда ты в финал попадаешь, ты уже понимаешь, что ты финалист. Ты уже как-то расслабляет. По сути сделал уже все, что мне не сказать расслабляет. Ты ближе к победе, ты больше тоже трудишься, но какой-то груз ответственности с плеча все равно падает. Вообще, вот часто слышу то, что в полуфиналах больше требуется юмора, а в финале уже больше шоу. Правда ли это? Ну, как-то так, наверное, получалось с годами. Финал это всегда новогоднее, во-первых, мероприятие. Там, естественно, нужно больше шоу. Ну, я думаю, без юмора в КВН тоже никуда. Не уйдешь, не убежишь. Покажите нам просто шоу без юмора, и мы вырежем его, все. Ну, не знаю. Излишек юмора он никогда не нашел. Я знаю, что у вас есть еще много болельщиков среди не только родных и близких, да, фанатов. Но и также тех людей, которые не знакомы с вами лично, но следят очень активно за вашим творчеством. Вам это как-то помогает в вашей работе? Да. Да? Нет, да. Понимаешь, что не просто так. Для кого-то, не для себя, а для кого-то делаешь, кому-то это приятно, кто-то наблюдает. Вот у нас девочка есть, которая ведет нашу группу в Инстаграме, Лиля Велиева. Она, по-моему, даже не отсюда вообще, не из Кыргызстана, она где-то откуда-то из Крыма. То ли из Башкирии, то ли. То ли из Башкирии. Да, гораздо больше. А из EMX? Гораздо больше. Еще и формат команды, когда сменился, естественно, стало интереснее смотреть. А пишет ли фанаты свои шутки, я не знаю, свои предложения, либо просто ориентировки, пишет. Просто потом, в основном, зачастую эту шутку тут же вбиваешь в поисковик, и он тебе выдает, где она была, в какой книжке, в каком журнале. Теперь мы знаем, каким попал в команду. Отправил свою шутку и потом нашли ее. Мы не нашли просто в интернете, поэтому... Ну, нашли меня и как бы пиши. В сумке, напоминаю, в сумке. Ну что ж, спасибо большое, ребята. На самом деле, мы очень гордимся вашими результатами, вашими достижениями. Это достижения для всей страны. Еще впереди полуфинал и финал, мы надеемся тоже. Все поэтапно, очень сильно болеем. Ну и, конечно же, хочу порадовать наших соотечественников, что у нас на Иссыкуле пройдет летний кубоколото, на который отправиться можно, в принципе, поехав на Иссыкуль. Очень хорошо. Пойдите, будет весело. Будет весело. Пальцы решают. Ну, кстати, Алия, как мы уже привыкли это делать, студия Замана, мы всегда желаем удачи всем, кто представляет Кыргызстан за рубежом. Ну и, конечно же, также пожелаем удачи именно тому, что проводится летний кубок, чтобы все прошло на наивысшем уровне. Да, ну и чтобы, наверное, летний кубок все масштабнее и масштабнее происходил каждый год. Ну и чтобы команда уже была больше четвертьфинальной. Ну и напомним, друзья, то, что у нас в гостях была Ермей Кененсаров, Аким Карасай, Сергей Душимов, это участники команды КВН Азиамикс, ну и Александр Ященко, директор Лиги КВН АЛАТО. Большое спасибо. Вы у нас в гостях уже во второй раз. Всем с добрым утром. Надеюсь, не последний. Ну и, кстати, вопрос в третий раз будет? Что? Ну вот вы же у нас в гостях во второй раз. Ну вы придете к нам? Надеюсь, дадим повод, информационный повод, чтобы прийти к нам. Все, мы надеемся всегда на лучшее.